Всем привет! Меня зовут Артём Бухановский и это рубрика «Есть идея». Сегодня я готовлю достаточно простое и яркое не только по цвету, но и по вкусу блюда, а именно собу с курицей. Первым делом мы с вами разрезали чеснок пополам и удаляем из него сердцевину, так как она дает горечь и неприятное послевкусие. Кстати, она еще практически не переваривается нашим организмом, поэтому лучше ее удалить. И нарезаем его поперек, вот таким вот образом. Включаем теперь комфорту на сильный огонь и пускай разогревается, но без масла, чтобы масло у нас не горело. Далее, красный репчатый лук. Его, кстати, можно заменить также и на репчатый, но красный более сладкий. Его мы с вами нарезаем пером, вот таким вот образом. Что такое соба? Некоторые, может быть, и не знают. Соба – это гречневая лапша. Она очень богата витаминами группы В1, В2, В3, В6. Представляете, какой кладет витаминов. А также у нее очень много минералов. Поэтому это блюдо не только очень красивое, но и очень полезное. Так, складываем сейчас наши все овощи, которые мы с вами нарезали, в сковороду. И пускай постепенно начинают обжариваться. Берем болгарский перчик. И вот таким вот образом, смотрите, немножко по дуге от плодоножки мы срезаем мякоть. Такой вот перчик. Далее дно. И все. После чего нарезаем теперь соломочкой поперек. Так, параллельно у меня уже закипела вода. В ней мы будем отваривать нашу собу 3-4 минуты, чтобы она не переварилась, была слегка упругой. Потому что мы также ее будем еще некоторое время готовить на сковороде с овощами. Разделяем лук на перья. Вот таким вот образом. И можно смело добавлять болгарский перец. Овощи должны быть у нас упругими и не должны превратиться в кашу. Болгарский перчик обжариваем примерно полторы минуты. А тем временем нарежем куриное филе. Куриное филе мы разрежем вдоль. Вот таким вот образом, чтобы у нас получились достаточно тонкие сегменты. И нарезаем вот такой соломочкой. За счет того, что мы достаточно мелко с вами все нарезаем, все приготовится очень быстро. Теперь можно как раз-таки добавить нашу гречневую лапшу. Теперь смотрите, возьмите ее вот такой вот вязанкой. Немножко перекрутите и бросаем. Все, у нас она распределилась. Тем самым она не будет слипаться у нас. И не забывайте помешивать. Самое главное. Потому что особо достаточно тонкая лапша. Отлично. Теперь можно добавить курочку. И точно так же сейчас все перемешиваем. Помешаем особу. Так, курица, обратите внимание, поменяла цвет со всех сторон уже. Поэтому мы сейчас с вами можем добавить в листики кинзы. Просто крупно порежем и добавляем в сковороду. Далее зеленый лук. Зеленый лук мы нарезаем сейчас таким вот образом поперек. Измельчаем его. И точно так же отправляем в сковороду. Все это тщательно сейчас перемешиваем. Зелень сейчас отдает все просто свои ароматы. Так. Далее. Листья салата. Я использую листья салата фри-лист. Он достаточно такой упругий и не сожмется, скажем так. Так у нас будет достаточно пышно. Просто опять же руками вот так вот нарываем. Достаточно крупно. И вот сейчас мы с вами добавляем соевый соус. Он как раз таки будет у нас вместо соли. Пару ложек соуса терияки. Он придаст нежную сластинку. Все это тщательно сейчас перемешиваем. И как раз таки можно будет сейчас сливать нашу собу. Сливаем гречневую лапшу на дуршлаг. И тут же добавляем ее в нашу сковороду. Далее добавляем зелень. И все тщательно перемешиваем. Вот так снизу вверх. Чтобы соус пропитал нашу собу. И она впитала в себя все ароматы. Все у нас готово. И можно оформлять наше блюдо. И сейчас таким вот образом, щипцами, все это выкладываем на большую тарелочку. Ммм, какие ароматы идут. Просто сказка. И последний штрих. Это кунжут. Посыпаем все это обильно кунжутом. Кунжут обязательно поджарьте. Тогда он раскроет максимально свой вкус. Ну и буквально за несколько минут мы приготовили вот такое вот красочное, богатое витаминами и минералами блюдо собу с курицей. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, следите за новостями. А я желаю вам приятного аппетита!